Добрый день! В эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Третий пошел. Больше 300 тысяч квадратных метров нового жилья построит в Омске еще один крупный инвестор. По нашим предварительным данным, там три детских сада, одна школа. Где и когда вырастет новый микрорайон? Робототехника, моделирование и актерское мастерство с детского сада. Еще одно дошкольное учреждение открыли сегодня на Московке. Детсад нового поколения оценил губернатор Александр Бурков. Переводчики особого назначения. Мне интересно познавать менталитет других людей. Специалистов уникального за Уралом профиля начали готовить в Омском госуниверситете. Десять лет в бегах, но от правосудия не уйти. К поискам омского наркодилера пришлось привлекать Интерпол, где скрывался преступник эти годы. Уникальная коллекция начинается с гвоздя. Это ему, ну, не меньше 100 лет. А дальше целый список старинных плотницких инструментов. И все в одном доме жителя Красной Горки. Снимут ли Амичи маски, вероятно, станет известно уже в этот четверг, 17 марта. Именно на этот день запланировано очередное заседание Оперштаба. На повестке текущие эпидситуации и действующие ограничительные меры. Поводов сбросить маски много, а режимы постепенно отменяются по всей стране. Накануне постановления подписал мэр Москвы. Да и статистика по заболеваемости коронавирусом в нашем регионе ежедневно снижается. Так, за последние сутки выявлено 375 новых случаев. Продолжается и прививочная кампания. Больше миллиона человек привиты от коронавируса. Из них почти 800 тысяч получили оба компонента вакцины. В Омск теперь уже официально зашел еще один крупный нагородний инвестор. Речь о строительной компании «Догма». Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в правительстве Омской области. По проекту Краснодарская компания возведет в нашем городе больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Это ориентировочно 17 домов. Инвестиции в проект 21 миллиард рублей. Глава региона Александр Бурков отметил, что по условиям соглашения 5% от сданных квартир передадут нуждающимся, сиротам и обманутым дольщикам. Кроме того, сделал акцент губернатор, благодаря инвестору регион получит новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления. А конкуренция на строительном рынке позволит снизить стоимость квадратных метров. Новый микрорайон появится на улице Светловской в Ленинском округе Омска. Завершить строительство планируют к 2027 году. Мы видим, что спрос растет, что желание сегодня покупать новое жилье, приобретать в новостройках жилье, оно становится выше. И наша задача создавать все условия для того, чтобы это продвигалось. Когда много крупных компаний строительных, то качество строящегося жилья тоже будет другим. И конкуренция заставляет сегодня девелоперов предлагать уже более комфортное жилье. Это будет, по нашим предварительным данным, три детских сада, одна школа. Также в рамках проекта планировки территории там предусмотрено два объекта здравоохранения. Рядом расположен сквер, которым мы также планируем осуществить благоустройство для того, чтобы там могли отдыхать не только жители нашего жилого комплекса, но и весь микрорайон. Строительная компания «Догма» стала уже третьим крупным инвестором, который перешел в регион. Напомню, уже подписаны соглашения, даже начата работа по освоению строительных площадок в Кировском округе. Возведением современных жилых микрорайонов со всей инфраструктурой занимаются компании «Эталон» и «Брусника». Новый детский сад, самый технически продвинутый в Омске, открыли сегодня на Московке. Здесь есть все для развития детей. Интерактивные доски, конструкторы, компьютеры, установки для рисования водой, песком. Одним из первых условий, созданные для малышей, оценил губернатор Александр Бурков. Подробности у Екатерины Буучевской. Детский сад номер 207 как конфета. Привлекательная обертка и начинка, которая понравится каждому малышу. От изобилия игрушек глаза разбегаются к привычным куклам и машинкам, добавили развивающие конструкторы, есть бассейны для рисования песком. В свои пять ребята даже смогут освоить несколько профессий, например, примерить на себя роль медика или продавца. Воспитатели говорят, их главная задача интегрировать ребенка во внешнюю среду, познакомить с различными взрослыми специальностями. Поэтому занятия должны быть не просто интересными, современными и актуальными. Развивается воображение, мышление, логическое, мелкая моторика обязательно. В сюжетно-ролевой игре, конечно же, вырабатываются такие качества, как дисциплинированность. Дети узнают много о профессиях. Техническое оснащение впечатляет и взрослых. Губернатор Александр Бурков одним из первых прошел по новому дошкольному учреждению и лично осмотрел каждую группу. Вот, например, спальный корпус соответствует самым строгим санитарным нормам и правилам безопасности. Рассчитан на 24 ребенка. Всего же в детском саду будут заниматься 140 малышей, 6 групп, 2 из которых ясельные. Ну а этот спортзал напоминает фитнес-клуб, но только детский. Беговые дорожки, велотренажеры и даже блины. Для двигательной активности детей, для их физического развития у нас есть все необходимое. А главное, малыши будут защищены и от вирусных заболеваний, в каждом кабинете рециркуляторы воздуха и от перепадов температур. В полуотопление водяное и шкафчики, как вы видите, теплые. То есть здесь все сделано по современным стандартам. Ну а пищеблок напоминает скорее рестораны, нежели детсадовские для приготовления блюд. Разные цеха. Здесь мясо рыбный, дальше овощной. У ребят будет сбалансировано, пятиразовое питание, меню разное каждый день. Новый детский сад решает не только проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях, но и вопрос трудоустройства. После его открытия в Омске появилось 43 новых рабочих места. А родителям теперь не придется возить детей в детсады за несколько километров от дома. У нас прям рядышком с домом. Вообще замечательно. Уже завтра здесь пройдут первые занятия. В скором времени свои двери распахнут еще несколько новых детсадов. Невзирая на те сложности, которые есть в строительной отрасли, вызванные с ростом цен, вызванные с тем, что санкционные меры принимаются странами Европы и Америки, тем не менее в Омске мы свою работу продолжаем. Детский сад на Светловской должен принять детей, на Тюленина, на биофабрики. И еще два новых детских сада, которые уже в конце года примут ребятишек. Это у нас Большие поля и детский сад Прибрежно. Вырастут в этом году в регионе и новые школы. Одна из них на 1122 места на Космическом проспекте. Екатерина Булучевская, Сергей Пайхалов, 12 канал. На бульваре Победы вандалы разгромили аллею ветеранов. Неизвестные сорвали 12 гранитных плит, 4 из них разбили. ЧП произошло сегодня ночью. Новость разлетелась в соцсетях и вызвала большой резонанс. Амичей возмутило такое отношение к мемориалу. Разрушая аллею, вандалы проявляют неуважение к истории и подвигу предков, комментирует увиденное в интернете. Обнаружили разгром специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. Ущерб сейчас устанавливается. Полицейские уже завели уголовное дело. Выясняются мотивы личности вандалов. Очевидцев погрома просят позвонить или обратиться в полицию. Другим темам. Стать окном в Азию. Омск возобновляет авиасообщение с Китаем. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор. Александр Бурков отметил, что сейчас очень важно выстраивать логистические цепочки, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров для жителей нашего региона и всей России. И Омская область. Здесь в выигрышном положении есть железнодорожное и автомобильное сообщение, речные перевозки. Глава региона дал поручение финансово-экономическому блоку правительства подготовить визиты официальных и бизнес-делегаций в китайский Урумчи. Также в планах поездки в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Знание языков открывает новые возможности. В Омском государственном университете начали готовить особенных переводчиков. Выпускники и магистранты будут адаптировать зарубежные фильмы и контент под российского зрителя и слушателя. ОМГУ стало одним из немногих в стране, где готовят специалистов подобного класса. Поэтому и проблем с трудоустройством у них не возникнет. Сейчас ВУЗ объявил новый набор для желающих получить перспективную профессию. Денис Жарков продолжит. Здесь у нас есть видеопроигрыватель, есть спектрограмма для работы с аудиодорожкой, есть полный список субтитров внизу и есть окошко, в котором мы работаем над конкретным субтитром. Анастасия Сычева объясняет, как устроена программа, позволяющая накладывать и переводить субтитры. Девушке всегда было интересно субтитрирование с технической точки зрения, поэтому выбрала магистрскую программу аудиовизуальный перевод и медиадоступность. Хочет переводить фильмы и сериалы. Постараюсь проникнуть глубже в сферу именно аудиовизуального перевода, поработать и с субтитрами, и с закадром, и дубляжом. Поскольку это удаленная работа, можно даже из Омска устроиться в какую-то компанию, которая базируется в Москве или Санкт-Петербурге. По словам Анастасии, сложнее всего перевод для дубляжа. В продолжительности реплик, паузы, даже артикуляция – все должно совпадать. Есть свои тонкости и при переводе фильмов для людей с ограниченными возможностями. Например, для слепых предусмотрена дополнительная звуковая дорожка, где диктор кратко поясняет, что происходит на экране. Все эти премудрости постигают 9 студентов классического университета. Они станут первыми специалистами такого профиля, подготовленными за Уралом. Анну Клюстер больше всего привлекает локализация компьютерных игр. При этом девушка не заядлый игрок, в переводчики пошла, потому что с детства интересовалась культурой других стран. Мне интересно познавать быт, мне интересно познавать менталитет других людей. Если еще в школе мне интересно было опознавать Англию, Америку, то сейчас это расширилось. Также интересно опознавать, что происходит на уровне людей в Испании, в Мексике. Студенты тренируются, переводя документалки, трейлеры и мультфильмы. Успели поработать и над настоящими проектами для телевидения, в том числе и 12-го канала. Ведет занятие декан факультета иностранных языков Евгения Маленова. Уже 7 лет совмещает преподавательскую деятельность с переводческой. Сотрудничала с известнейшими кинокомпаниями и стриминговыми сервисами. Например, переводила культовый мультсериал «Рик и Морти» и популярный ситком «Как я встретил вашу маму». И хотя сейчас геополитическая обстановка не способствует развитию отрасли, преподаватель уверена, без работы выпускники не останутся. Специалисты в отрасли переводов, конечно, предвидят серьезные падения. Но, как показала пандемия, в принципе, аудиовизуальная отрасль выжила. И я думаю, что сейчас мы будем активно работать именно с производителями китайского контента, потому что они делают очень качественные сериалы, они делают очень качественные детские программы, которые могли бы быть интересны и российскому зрителю. А еще есть Корея и Япония и многонациональная Россия. ООН объявила десятилетия языков коренных народов. И сейчас в нашей стране растет спрос на перевод кинолент и мультфильмов для представителей малочисленных этносов. Так с амичами уже связались коллеги из Бурятии. Просят обучить их навыкам аудиовизуального перевода. При этом, считает Евгения Моренова, санкции не навсегда. Отношения Запада и России рано или поздно нормализуются, и культурный обмен в сфере кино, важнейшего из искусств, возобновится. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. 55 причин посетить Омскую область. Чем привлекателен наш регион для туристов, сегодня расскажут в Москве. Здесь открылась международная туристская выставка. Самое крупное мероприятие подобного рода в России и ближнем зарубежье. Представлен на форуме и наш регион. Гостей не только познакомят с уже известными достопримечательностями края, но и предложат покататься на лыжах в настоящей тайге, посетить дом музея актера Михаила Ульянова в самом старом городе Сибири. Соткать традиционный челдонский ковер в селе Крестики Аконечниковского района. Первый день работы форума открыло совещание, где представители всех регионов-участников обсудили проблемные вопросы и направление развития туризма внутри страны. Подробности в следующих выпусках новостей. В поддержку государства и президента. Сегодня Амичи устроили патриотический флешмоб в одном из кинотеатров города. Общественники, волонтеры и студенты исполнили гимн России в поддержку российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Напомню, выражают свою солидарность и простые Амичи. Например, на балконах жилых домов увешивают триколоры, украшают автомобили наклейками с буквой «З». Зажигают свет в квартирах таким образом, чтобы в окнах повторялся символ спецоперации российских военных. Сейчас весь многонациональный народ нашей страны объединился. И это очень важно. Мы великая страна с большой историей. Мы потомки победителей. Это очень важно. И сейчас главное нам всем быть вместе, держаться вместе. Своих мы не бросаем. И объединившись, мы сможем преодолеть любые испытания. И вот что готовят мои коллеги к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Больше не на булочке с кунжутом. Мировые сети общепита решили прикрыть лавочку и постепенно покидают российский рынок. За годы своей деятельности в нашей стране они подсадили на иглу фастфуда сотни тысяч или даже миллионы человек. Но так ли тяжела эта зависимость? И переживает Амичи. Любая сеть может заменить Макдональдс. В этом ничего там сверхъестественного нету, что Макдональдс готовит. Картошку пожарить, бургер сделать – это же там не какая-то технология, чтобы ракету там изобрести или машину. Правильно? С западными коллегами вполне успешно конкурировали и местные предприятия. Сфера общепита сегодня активно развивается. Чем готовится ответить омский производитель? Расскажем в 19.30. Отсрочил приговор на 10 лет. Куйбышевский районный суд отправил за решетку драгдилера, который скрывался от правосудия с 2010 года. Преступление обвиняемый совершил 12 лет назад. Попытался продать почти 5 граммов метамфетамина, когда его поймали с поличным. Во время обыска на рабочем месте мужчины в автомагазине силовики обнаружили еще партию наркотиков. Нелегальные препараты обвиняемый готовил сам в надежде заработать большие деньги с продажи. Тогда силовики завели на МИЧа уголовное дело, но оставили дома под подпиской о невыезде. Тем не менее подозреваемый бросил супругу, маленькую дочь и сбежал из страны. Долгие годы скрывался в Сербии. Числился в международном розыске. Только в 2020-м его вычислили. Расследование длилось полтора года. В дело вмешался Интерпол. МИЧа экстрадировали на родину. В отношении жителя города Омска в марте 2010 года было возбуждено уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Государственное обвинение предлагало признать суду виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначить наказание в общей сложности в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Я глубоко раскаиваюсь в совершенном проступке преступлений. И с 2010 года у меня было достаточно времени, чтобы осознать и исправиться. У меня старые родители, которым уже больше 75 лет. Им как никогда сейчас нужна помощь. Также 51-летний несостоявшийся драгдилер попросил дать ему шанс прожить остаток жизни достойно. В итоге суд приговорил мужчину к 4 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима. И это в 2 раза меньше, чем требовал прокурор. Но осужденного есть 10 суток, чтобы обжаловать вердикт. Продолжаем выпуск. Отцовский рубанок, прабабушки на самопрях, а еще деревянный молоток киянка, которому больше 100 лет. Амич Петр Карпов собирает столярный инструмент. Управляться с ножовкой начал еще в детстве. Пошел по стопам отца, который всю мебель дома сделал своими руками. Несколько лет назад мужчина, выйдя на пенсию, переехал в поселок Красная Горка. С собой в новый дом перевез и значительную часть коллекции. Рабочие экспонаты изучила Наталья Бельская. Вот это гвоздь кованый. Видите, он четырехгранный. И шляпка выканная. Это ему не меньше 100 лет. С этого гвоздя начинается бесценная коллекция строительных инструментов Петра Карпова. О назначении многих предметов можно лишь догадываться. А ведь когда-то они помогали возводить дома. В Омске и еще в других городах, где строили кирпичные дома, так вот, чтобы стена абсолютно вертикально была, выводилась, вот этот отвес вешали. Петр Карпов удивляется, насколько у мастеров из прошлого все было продумано. Если щипцы, то сразу с гвоздодером. Если молоток, то березовая киянка. Она наносит мягкие удары, не повреждая волокон дерева. Для ножовки пригодится разводка. Выпрямить во время распила погнувшиеся зубья. Центровка заменяла плотником дрель, а стружки снимали с помощью вот такого рубанка. Если нужно было обработать, ну, допустим, такие большие лесины, столовые деревья, вот, на ворота сделать, чтобы красивые, чтобы они были гладкие, чистые, я уже с отцом таким маленько работал. Любовь к плотницкому делу Петру Михайловичу привил отец. Он был лесником в деревне Молотерехино Колосовского района. Сейчас ее уже нет на карте. Для семьи односельчане помогли поставить сруб, крестовик. Дом из четырех комнат. Мебель отец уже делал своими руками. Все, что в доме, вокруг дома, и там же и банька, и двор теплый для животных, все он делал сам. Навыки, полученные в детстве, помогали Петру Михайловичу всю жизнь. Он работал ветеринарным врачом, а в свободное время разводил пчел, строил ульи. В самые тяжелые годы мед всегда выручал. Было чем угостить и родных, и друзей. Я сделал, как-то считал, этих 16 рамочных ульев, этих зимних, теплых. Я сделал где-то 120 или около 120. Несколько лет назад Петр Карпов вышел на пенсию. Из Колосовского района переехал в Любинске. С собой перевез и любимую коллекцию. Знаю об увлечениях Петра Михайловича, многие жители дарили ему старинные предметы. Так, во дворе рачительного хозяина появилась деревянная прялка, образец плотницкого мастерства, а еще сковородники и ухваты. Все эти вещи он бережет. В будущем собирается подарить краеведческому музею. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгевченко, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Завтра, 16 марта, в Омске облачно, ночью минус 16-18, днем 9-12 градусов холода. В районах также облачно, ночью минус 17-19, в дневные часы 10-13 ниже нуля. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду, атмосферное давление, 770 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. До встречи на 12 канале.